Добрый время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! В сегодняшнем ролике хотел бы я уделить внимание и в прошлом всем боям, которые прошли. Но это не то, что, друзья, незначимые бои, а просто это еще бои, которые не на должном уровне. Еще не на том уровне, ну, к примеру, проведу там, допустим, как и Уалдер, и Джошуа, и тот же Майки Гарсия, и Ломаченко. Ну, их много можно перечислять. Это те бойцы, которые уже в постоянном пристальном внимании всех журналистов, всех телеканалов. А эти еще бойцы поднимаются, и как бы об них не очень, их не очень хорошо знают, знают только их фанаты. И те люди, вот как мы, которые следят за боями. Поэтому вот эти бои прошли, друзья, и я постарался в кучку всех собрать, чтобы никто не обижался. И начнем с казахского, с бойца с Казахстана, это вот Данияр Елеусинов. Затем бой прошел. Дальше. Денис Беренчик, Беренчик, извиняюсь, Артем Далакян. И наши российские бойцы, это Папин Алексей и Челаксайев Георгий. Это те бойцы, на которых возлагают надежды фанаты, любители, ценители. Каждый из этих бойцов, друзья, индивидуален по-своему. И прежде чем начать разговор, я просто хотел бы для начала поздравить всех этих бойцов с убедительными победами. Пусть не нокаутом, пусть как-то, но все равно победами. И они принесли большую радость своим болельщикам, своим фанатам. Что бы я мог посоветовать всем этим бойцам, друзья? Да это все длинные истории. Я не буду в этом ролике какие-то минусы там выявлять, какие-то там плюсы. Потому что время оно покажет и время все расставит, я считаю, на свои места. Дай Бог, чтобы было все у этих ребят хорошо. Единственное, что я посоветую, друзья, вот всем в кучке, это побольше профессионализма в боях, в бойцовских стилях. Побольше изучать, ну, что-то новенькое. Вот если, допустим, работают люди, бойцы в любительской манере. Тот же Елеусинов, тот же Далакян, тот же вот Папин Алексей. Ну, как бы еще что-то поизучать, еще что-то. Ведь много дистанций есть еще и клинчи, и ближние. И в них нужно работать. Потому что соперники не всегда будут, знаете, такие вот физически как-то поменьше, щуплее, подохлее. Потому что, вот я заметил у всех этих бойцов, что у Елеусинова, что у Далакяна, что у Челоксаева, Георгия. Они, вот посмотрите, все бойцы как-то, они вот не такие, не крепкие. Боец должен быть крепкий. Просто, если попадутся бойцы, вот допустим, ну, взять вот Артема Далакяна, да, или того же Челоксаева. Вот они крепкие бойцы, на их примере. Взять бойцов крепче их, ну, физически, физически, там, повыше ростом, пошире в плечах. И посмотреть, как они, допустим, эти бои провели бы. Вот было бы интересно. Поэтому, конечно, все хорошо, но нужно еще что-то изучить. Подпадутся крепкие бойцы, вот такие же, вот как они. И нужно, допустим, где-то будет поклинчевать, где-то в ближней дистанции поработать. Потому что всегда вот на этой, на дальней дистанции лупить, это, ну, не каждый, не каждый боец высокого уровня позволит этого сделать. Ну, это мой просто, друзья, дружеский совет всем. И будущее я не буду говорить у этих бойцов, друзья. Им надо всем поторопиться, потому что Елеусинов 27 лет только начинает. Беренчик 30 лет, Далакян 30 лет, Папин Алексей 30 лет. Челок Саев, вот молодой, 24 года. Но его нужно как-то думать, научить. Потому что лупит тоже и в защиту, и куда-то и промахивается. Ну, они разберутся, думаю, друзья, не буду я власть этот раз. И их дело. Выиграл, и молодец парень. Просто главное, чтобы, если вдруг, не дай бог, проиграют, чтобы это не тяжело было. Где-то руки поднять, где-то еще что-то сделать. И особое внимание, друзья, вот среди этих бойцов я хотел бы уделить Денису Беренчику. Почему? Потому что этот боец отличается тем, что у него высокий IQ, высокий потенциал, высокая физуха. Хотя ему и 30 лет. И, ну, чем-то он мне, чем-то он мне Васю Ломаченко так, ну да, напоминает. Единственное, что вот я ему хотел бы подсказать, то, что, ну, потому что не могу этого не сделать. Все равно мы болеем за, вот, когда, допустим, нету российских бойцов, мы также болеем и за Дениса, и за Артема, и за Данияра. Просто Беренчику нужно... Почему я ему совет, друзья, даю? Потому что я услышал то, что он поменял тренера, и то, что сам боец понял свои ошибки, и то, что сам он был недоволен боем. Поэтому я вынужден не то, что помочь, а, ну, подсказать Денису то, что у него много лишних движений. И вот этой функционалки и физухи может не хватить на все раунды. То есть вот этот отпрыг назад очень далекий. В ближней дистанции, если ты не чувствуешь, если ты не можешь уйти от удара, когда находишься на расстоянии удара от соперника, то нужно поднять руки. Он все может делать, и руки поднимать, я вижу, ну, бывает, заигрывается. И чтобы я советовал ему, ему нужно сейчас или как-то, или с деньгами что-то. Хороший боец, функционалка, все хорошее. И руки, и IQ, и вот это, и большой выброс рук, и чередование легких ударов, легкие-легкие, жесткие, жесткие, легкие. Вот это все правильно, хороший боец, друзья. И я бы ему посоветовал как-то что-то подраться с Бельтраном. Потому что пока сейчас вот эти все они бойцы, кто их будет поднимать, кто будет за них деньги платить, кто им будет что-то тянуть вот в этот возраст. Видите, 30 лет, 30 лет, 30 лет. Им нужно срочно вот эти чемпионские бои. Вот Артем Далакян, видите, у него есть чемпионский поезд, да? А Беренчику нужно вот именно с Бельтраном как-то. Не знаю, как это делается, друзья, но это тот боец, которого, я думаю, Беренчик должен пройти, и он тогда уже будет с официальным поездом в легком весе. Ну и будет школа какая-то, и выводы еще какие-то сделает, если какие-то ошибки будет допускать. Но это отдельный разговор. Ну все, друзья, вот так я в одном ролике опять на ночь глядя уделил внимание всем, поздравил всех, не обидел никого. Ну и, как всегда, немножко посоветовал, не знаю, правильно я посоветовал, неправильно, в комментариях напишите. Все, всем пока, друзья, подписываемся на Боевую провинцию. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok